Если оценивать трагедию Черного Января, которая произошла в Баку, виновата в этом руководство Советского Союза. Страусиная политика Горбачева привела ко многим бедам и трагедиям, которые через 30 лет выплывают, из-за чего снова гибнут люди и возникают вооруженные конфликты. Многие проблемы забалтывались. Когда же ситуация становилась критической, руководство в этот момент подставляло армию. Такая история произошла и 20 января 1990 года, 31 год назад. Об этом российскому бюро «Репорт» сказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя трагические события 20 января 1990 года в Баку. Это страшная трагедия. Она могла бы не произойти, если бы руководство Москвы правильно реагировало на обстановку, которая складывалась в регионе. Тогда и не было бы протестов, и уж тем более не было бы такой дикой акции, как ввод войск в мирный город. Так быть не должно. Особенно против граждан своей же страны. Эта ситуация возникла в результате бездействия советской власти, отметил он. Юрий Кнутов выразил соболезнования азербайджанскому народу и отметил, что важнее всего извлечь правильный урок. Нельзя доводить ситуацию до крайностей, нужно решать проблемы сразу. Жители многонационального Баку должны были чувствовать себя защищенной частью великой страны. Но принятые властью решения были направлены на их разрушение. Применение армии против своего народа – это позорное явление. Напомним, в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия вошла в Баку и зверски расстреляла мирное население. В результате 150 человек погибли, 744 получили ранения, 841 незаконно арестованы. 29 марта 1994 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Мили Меджлис Азербайджанской Республики принял специальное постановление в связи с трагедией 20 января.